Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас за тест новинок Фаберлик, новинки седьмого каталога. Итак, поехали! У нас с вами линейка Ренаваш полностью выходит обновленная. Начинаем с пенки. Я уже лицо намочила, 67-84 артикул. И буду потихоньку вам рассказывать про всю серию про шампунь и так далее. Значит, что хочу сказать. У нас здесь в серию добавили пептиды. Пептиды какого-то крутого действия, омолаживающего. По сути, у нас немножко изменилась этикетка. Но вот так по тактильным ощущениям, по аромату не изменилось ничего. В состав просто добавили более мощные компоненты. Пенку я пробовала, брала ее уже не раз. Это восторг. И это прям восторг. Восторг. Пенка как и была, так осталась великолепной. Вообще, всю линейку считаю крайне удачной. Мне 39 лет, если что. Эта линейка более возрастная. Но мы с вами подбираем по состоянию. Во-первых, кожа. Кожа в 20 лет может как в 40 себя чувствовать. А может наоборот, в 40 как в 20. Но все равно возрастной уход, он как бы, его можно брать раньше. В этом ничего страшного, абсолютно нет. Если хочется, если вот там действительно есть компоненты, от которых ваша кожа кайфует, то как бы я всегда за. Вот. Так, что хочу сказать дальше. Дальше еще там дневной крем был в баночке, да. Вроде как. Я не брала дневной крем никогда. Я не брала крем для кожи и декольте никогда, по-моему. Если брала, то очень давно. И есть действительно что сказать. Они очень-очень крутые. Так, теперь по шампуню. По вот этому. Который у нас с вами. Шампунь-бальзам. 2 в 1 с гиалуронкой. Прям вот классный. Понравился. Очень понравился. Почему? Артикул 1931. Волосы после него мягкие. Как будто помыли волосы каким-то бессульфатным шампунем. И они вот такие вот живые, мягкие. То есть не тот эффект, когда они сгладились. Стали там прилизанными, очень гладкими. Нет, они мягкие. Они тактильно очень мягкие. Как будто реально какой-то хороший бессульфатный шампунь попал в руки. Без потери объема не пушаться. Нет, ни в коем случае. Но без потери объема и очень мягкие. Мне понравилось. Пахнет, кстати, этот шампунь так же, как серия гиалуронка для лица. Вот. Вкусника мне нравится. Промывает хорошо. Пенится отлично. В этом плане все нормально. Так что шампунь дошел на ура. Так, смываем пенку. И продолжаем наш уход. Что у нас с вами дальше? Дальше у нас с вами тоник. Тоник тоже таким же великолепным остался. Считаю, одним из крайне удачных тоников вообще. Фаберлик. Артикул 6782. И похлопывающими движениями я люблю его наносить. Ни в коем случае не ватным диском. Это не очищающий тоник. Это восстанавливающий тоник. Мы его ватным диском не наносим. Так, где мой распылитель? Я переливаю вообще. У меня из-под арабии есть бутылочка. Вот сюда. И распыляю. Но можно делать его так. На ладошки нанесли. Так расход, правда, больше будет. Потому что он выливается за раз много. И вот так похлопали. Заодно массаж, заодно лимфодренаж. Вот так вот похлопали. Кожу свою в тонус привели. Прям декольте. Вот так. Видите, сразу уже протонизировались. И вот прям другое дело. Согласны? Таким вот способом мне тоже очень нравится. Так, и далее. Сыворотка. У меня, кстати, я откопала старый вариант. Поэтому сейчас покажу, чем они отличаются. И там, и там 15 мл. Но тут бутылочка больше. Это новая бутылочка. Это старая бутылочка. Пипетки действительно отличаются. Я была права в обзоре заказа. То есть у нас тут такая беленькая была. Здесь прозрачная. Артикул новой сыворотки 6781. У старой другой артикул. По тактильным каким-то ощущениям, по состоянию кожи я, опять же, разницы не почувствовала. Но эта сыворотка, она, в принципе, моя любовь. Вот это прям моя любовь, любовная. Это для меня лучшая сыворотка в плане антивозрастного ухода, в плане увлажнения, в плане питания, в плане упругости кожи. Это для меня лучшая сыворотка. Прям вот вообще великолепная. Она как будто масляная. Она как будто масляная, но она не оставляет никакой масляной пленки на лице. Она практически в течение одной минутки впитывается. И вы чувствуете вот эту упругость, лоск, напитанность, увлажненность. Ну вот просто великолепно. Если имелись какие-то мимические морщинки, они прям сглаживаются. Ну вот это у меня так, да? Потому что я слышала, девочки некоторые с ней не подружились. Я ее обожаю. Я ее обожаю. И уже сколько флаконов брала, я прям уже много. Хочется вот брать только ее и только ее. Такой же великолепной она осталась. Все супер. И если туда добавили еще что-то более ценное, то вообще красота. Вот она практически впиталась. Мы видим с вами хорошо увлажненное лицо. Все. Уже можно, в принципе, сейчас приступать к нанесению макияжа. Если кому-то достаточно одной сыворотки. Ну у нас с вами дальше дневной крем-архитектор. Артикул А6778. И омолаживающий крем для шеи и декольте. Артикул 6783. У меня утренний уход, поэтому я беру эти два крема. Ночной у нас с вами в баночке. Артикул уже не скажу, потому что его на баночке нет. Вот такой вот мусс. Прям мусс-мусс. Мне очень понравилось. Прям мусс-мусс. И в то же время классно питает, увлажняет. Все понравилось. Вот честно. Линейка вообще великолепная. Так, я беру омолаживающий крем для шеи и декольте. Начнем с него. Что хочу сказать. Работает. Действительно рабочее средство. Вот прям рабочее. Вижу эффект. Разглаживаются эти кольца Венеры. Или как они правильно называются. Но, кстати, не забываем, вот если мы берем, допустим, декольте, не только вот эту зону увлажняем, но и сзади. Потому что, как бы, вот эти мышцы, они у нас все вместе. Поэтому прорабатываем все, если прорабатываем. Я даже когда массаж делаю, декольте, обязательно вот шейный участок сзади прорабатываем тоже. Увлажнение прям вот моментальное. Видите, тоже очень хорошо сразу выглядит декольте. Прям вот моментальное. Супер. Дневной. Дальше крем у нас с вами. Для лица. Вот так. С ними, кстати, очень тяжело со всеми этими кремами переборщить. Они прекрасно ведут себя на лице. Вот просто прекрасно. Они не оставляют за собой никаких там неприятных, негативных ощущений. Ты все равно чувствуешь, что твоя кожа дышит. Что поры у нее не забиты какими-то там силиконами или еще чем-то. Вот просто великолепный. Очень хороший увлажняющий дневной крем. Вот очень хороший в тандеме с сывороткой. Разглаживает, разглаживает. Сыворотка сама по себе дарит упругость. Плюс еще запечатываем ее кремом. Получается вообще просто красота. Вот песня, девочки. Серия песня. Кто не пробовал никогда, у кого есть уже возрастные изменения, ну прям очень рекомендую присмотреться. Шикарная серия. У нас, кстати, купоны. Скоро весенние вот эти скидки. Вот, кстати, можно то, что тут самое дорогое, по купончикам как бы и взять. Супер. Вот просто супер. Можно дать несколько минуток коже, чтобы все это осело. И будем с вами делать макияж. Будем с вами тестировать тушь. Кстати, артикул тоже не скажу, но увидите. Она там на обложке в следующем каталоге. Тушь заявлена как удлиняющая. Тушь заявлена как термо-тушь. То есть она смывается чулочком. Я не очень люблю такие продукты. На самом деле. Ну, по крайней мере, то, что пробовала. Но по этой туши прям много есть что сказать. Многие не знают, что такое снимается чулочком. Это когда вы берете и умываетесь просто водой. Обильно смачиваете глазки вашей водой. Ручки смачиваете. Берете вот так пальчики. Истягиваете тушь. И она с ресницами сходит вот как бы вот этими колбачками. Чулочки называется. Которые обволакивают ваши реснички. Как перчатки. Мы снимаем с руки. Вот то же самое с ресничками. То есть она вот так вся сходит. Я не очень люблю этот метод. Потому что тушь-то сходит. Но тень и весь остальной макияж. Мне в любом случае нужно мицеллярной водой обрабатывать. В любом случае хочется все равно потом лицо дочистить. Но кто-то этот эффект любит. Часто девочки спрашивают. Тушь обязательно вот с этим термоэффектом. А термоэффект, обратите внимание, заявлен при температуре от 38 градусов. То есть это выше температура нашего тела. То есть если вы привыкли умываться водичкой 36 градусов. То уже чулочком она может не сняться. На это тоже обращайте внимание. Потому что возьмут, начнут прохладной водичкой умываться. Не работает. Нет, дорогие мои. Лицо будет горячо, когда вы будете снимать ее чулочком. От 38 градусов и выше. Так, а я сейчас пока нанесу тени. И будем с вами тестить тушь. Сейчас вот этой палеткой, кстати, Фаберлик активно пользуюсь. Прямо у меня вот этот оттенок в ходу. Я его и как контуринг использую, и как тени. Его сейчас и буду использовать. Артикул не скажу. Но она прям, она великолепная. Держится весь день. Вот этот вот оттенок в уголке. Он сейчас будет у меня на глазках. Готово. Тестируем тушь. Здесь вот такая вот кисточка силиконовая. Много-много силиконовых частичек. Они где-то покороче. И в целом она вот если вот так смотреть. Вам сейчас не видно будет. Она угловатая. То есть с трех сторон. Вот так как треугольник длинный. А внутри коротенький. Туши выдает прилично. То есть прям прилично. Она мне даже немножко напомнила на данный момент мою любимую тушь L'Oreal зеленую. Вот прям напомнила. В течение дня она у меня не отпечатывается. И она действительно классно удлиняет. Уже сколько? Три раза я ей красила. Сегодня четвертый. Не отпечатывается. Все в этом плане отлично. В дождь попадала с ней. И она действительно круто удлиняет. Она вот прям круто удлиняет. Позволяет себя наслаивать. Немножечко надо только подождать. Второй слой. Ну прям там сколько? Пол минуточки. Вот. Смотрите. Мне нравится. Вот напомнила. Прям не тушь L'Oreal. Мою любимую. Поэтому я очень довольна. Честно говоря. Объемы здесь супер конечно. Не ждите. Здесь именно удлинение. Поэтому если у вас реснички совсем реденькие. И вы хотите объема. Здесь его такого супер-пупер нет. Но эффект вау создать с помощью длины очень даже можно. Вот у нас с вами первый слой. Набирает она прям хорошо. Мне нравится. Если предыдущую тушь мы с вами тестировали. Я уже забыла какую. Там вот именно меня не устраивала. Проблема в том, что набирала мало туши за раз. То есть прям вот как будто как суховато что-ли была. Разделяет хорошо. Расчесывает хорошо. Прям прекрасненько. Мне очень нравится. Вот второй глаз в один слой. Все как бы да. Кому-то может быть и этого достаточно. То есть на этом можно остановиться. Нет. Я люблю пак больше. Поэтому будем наносить с вами второй слой. Могу и третий. Они уже практически застыли. Достаточно быстро. Они застывают. Мне это нравится тоже в тушах. И наносим второй слой. Смотрите какое дальше удлинение у нас. Прямо вот как вирусное видео. Да, девчонки? Из ютуба. Где рекламируют якобы тушь. Где ее наносят. И ресницы достают до бровей. Ну как вам такое удлинение? Вроде и подогнуть. То есть поставить их тоже можно. Вот это меня устраивает. Потому что у меня ресницы сами по себе. Они такие прямые. То есть вот так вот. Прямо смотрят. Смотрите какая красота. Сейчас и третий слой сделаю. Вот два слоя у нас с вами. Вау, вау, вау. Конечно, вау. Мне очень нравится. Второй глаз. Два слоя. Пробуем третий. По-моему, я еще не пробовала. Будет ли сейчас сделать нам с вами паучьи лапки? Посмотрим. Ну может. С третьего слоя уже может. Я вижу. Аккуратненько прям наношу. А так прям смотрите. Идеально прочесывает. Удлиняет. Фиксирует. Ну как вам? Как нарастила, да? Но только не такие густые, как любят девчонки лепить, когда видно, что у тебя сейчас глаза отвалятся под весом. Класс, да? Хорошая тоже. Меня пока устраивает полностью. Буду пользоваться. Никаких косяков, минусов не нашла. И как бы если все продолжится в таком же духе, то я лориаль свою любимую променяю на эту тушь, конечно, без проблем. Потому что она, во-первых, в три раза дороже. Здесь цена у туши адекватная. Но опять же, все вы разные. Смотрите, вот какие мне не подходят, могут подходить вам. И наоборот. Если у вас со мной приблизительно схожий вкус, то, конечно, однозначно берите. Она сейчас за копейки будет в седьмом каталоге. Я еще возьму, наверное, в запас. То есть третьего слоя могут получиться комочки, но если потихонечку все делать, именно вот делать упор на длину, на кончике, то нормально все. Вот один комочек вот у меня образовался, но не критично. Но можно убрать пальчиками. У меня вот этот глаз, он вообще геморройный. Один глаз вот всегда идеально, а второй глаз не хочет идеально. Тут и ресницы, кто влез, кто под рова. Вот тут они прям идеальненькие, как на подбор. А здесь немножко косячнее. Но все равно ВАУ эффект мне нравится. Мне очень нравится, мне нравится, что она держится, несмотря на то, что это термотушь. У меня ни в дождь, ни вообще не отпечаталась ни разу. Ну и все, теперь вечером будем с вами смывать чулочком. Покажу вам эту технологию и посмотрим. Потому что до этого я пробовала, мне не понравилось. У меня все равно размазывалась тушь эффект панды был под глазами. Поэтому мне не понравилось. В общем, сегодня будем пробовать вам с вами прям по инструкции это все делать, посмотрим, как получится. А так тушь, конечно, зачет. Ну что, смотрите, как относился макияж, как относилась тушь. Она вообще абсолютно, девчонки, не отпечатывается. С учетом того, что у меня сегодня никакого тона, пудры, абсолютно ничего на лице не было. То есть, вот мы сделали как с вами уход и все. Она вообще не отпечатывается. И вот как бы, как она поздно вечером уже смотрится на глазах. Теперь я набрала в емкость водички теплый. Прям такой хорошо теплый. То есть, как раз 38 градусов тут есть. Вообще, это над краном надо делать. Но так как мне это неудобно будет вам показывать, я набрала себе ее в емкость. Так, и повязочка. Готово. Теперь, что мы делаем? Мы должны хорошо смочить реснички водой и ручки смочить водой. И вот так чулочками снимать. Я пробовала даже с ватными дисками это делать. И сейчас я покажу вам, как это выглядит. То есть, один глаз мы сделаем, ну, как нам советуют производители, да, Фоберлик. А другой, вот именно с ватным диском. Я ватный диск мочу как следует. В теплой воде. Что делаю потом? Мне неудобно так это будет делать, конечно. Вот под нижнее веко ватный диск. Глазик закрываю и на верхнее веко. А второй глаз мы будем с вами делать по инструкции. Плохо, когда не видишь, что снимаешь. Вот прям плохо. То есть, вот я обильно смочила, да. И теперь снимаю. Видите? По мне, ватным диском, конечно, с моченым водой это удобно. По мне вообще удобнее мицеллярной водой. Но может быть, вот я знаю, есть запросы, видите, вот что такое чулочки. Это вот это, вот у нас снимается прям тушь с ресничек. Прям вот так. Вода у меня теплая. Я в воде прям это все дело споласкиваю. В любом случае у нас потом будет мицеллярка, потому что, ну, еще тени. Вот еще не все. Все снимается и снимается. Видите? Кусочки падают над краном. Это, конечно, будет делать гораздо удобнее. Она легко, просто элементарно снимается. Мне уже нужен сухой ватный диск, чтобы все это дело промокнуть, потому что уже в глаза все льется. Смотрите. Так, теперь ватный диск. Здесь вообще магия с ватным диском. Смотрите. Представляете? Вот так у меня, кстати, получилось впервые. Вот немножко еще осталось. Прямо совсем чуть-чуть. Представляете? Все. У меня даже тени смылись. Можно мицеллярку использовать. Дальше процесс очищения запускать. У меня даже смылись тени. Все. Наши реснички чистые. Проверим. Ну, вот еще есть что-то, да? Что-то вот еще с нижних, наверное, мне кажется, ресниц. Чуть-чуть вот, да, еще отходит. Но если это делать над краном, это будет более качественно, да, тушь. То есть вот таким вот образом снимается, да? Магия. Слушайте, мне прям понравилось. Мне вот с ватным диском прям вот эта песня прям понравилась. Видите, как классно. Прям реснички все нижние, верхние такие как-то остались. Ну, не реснички, конечно. Вот, все вам показала. Про новинки рассказала. Тушь прям очень рекомендую. Обязательно возьмите, попробуйте. Ссылочка для регистрации Фиберлик, как всегда, под видео. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Всех любят. Целую. Всем пока-пока.